4 апреля чуть-чуть мы маленько на солнце не успели но мы почти как говорится успели это тон прошлый наш разговор когда я говорил сколько у вас жизни будет восходов но у тех кто конечно работает сели с животными смысле пастухи у тех-то естественно 365 дней году наверно 365 москва у нас даже 10 в году не наберется поехали мы товарищи такую довольно дальнюю поездочку заказики кой-кому надеюсь и по мере продвижения будем говорить куда едем сейчас мы направляемся пока в сторону семьи палатинска там где находится музей достоевского у нас теперь есть хорошая знакомая которая пообещала нам в курсе но у нас пока едем будет туда не получится конечно эта экскурсия вот в обратном направлении я думаю мы торопиться никуда не будем и скорее всего мы эту курсию заснимем достоевского отправили на каторгу город семипалатинска и у села приговорили спиртная казнь а потом поменяли на каторгу вот такие бывают чудеса и недавно прокотовского посмотрел фильм там где снимается и потом должен быть было продолжение прокотовского и не стали снимать потому что потому что что-то он быстро как-то тоже улетел в космос ну фильм такой довольно неплохой я к чему к тому что его тоже часто даже хотели приговорить смертной казни но он единственным отличался он грабил банки но никого не убивал никого не убивал у него был пистолет заряженном один патроном было написано записка этот патрон лично для меня но случае там поэтому такой интересный был рубин гуд называется могут когда захотят вот это вот старые постройки ведь такие уже не очень презентабельно это смотрите какие классные единственное тут проблему с отоплением решили что-то я не вижу что-то а нет а нет есть 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 в смысле трубы отбечек 28 микрорайон написано называется строить не хочу тут степь до степь еще можно миллиард домов построить новоявленко и здесь не забыть не забываем еще строится вот это да и здесь не забываем здесь знак ограничений населенного пункта вон только вон поэтому 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 50 километров в час не торопитесь никуда поспешишь 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 саратов мы снимали видео съемки у нас есть пролеты на трону есть там даже возле коровы одной летали такие коровы бывают и это коровы саратовская была тратная новодесская саратов саратовские переселенцы с города саратова реально саратовской губернии самарка самарской губернии представляете огромное количество сейчас только вот я ролик тоже там запустил поперечные 250 лет назад старообрядцы пришли в поперечные или староверы как это называют здесь переселенцы ну грубо сто с чем-то лет начало двадцатого века конец девятнадцатого и всем нравилось все жили но бежали вот этого дурдома который сейчас как вот центральная Россия Украина вот этот вот кошмар который сейчас там ужас ужас бежали оттуда бежали тишина река земля плодородная а это Донское здесь моя мама познакомилась с моим папой он ходил на пароходе с Каменогорской и туда дальше прям практически до конца почти до океана доходили ходили в обе дальше пароход был такой с лопастями а здесь он сел на мель а мама здесь работала в школе и все так и познакомились вот Донское пожалуйста тоже переселенцы из Дона на Дону сами помните да Тихий дом почитайте где-то что творилось вообще кошмар красные пришли грамят а потом белые пришли грамят это из Чапаева Таврия тут у меня советчиков поворот надо включать да нас туда штрафовали так мы правила выучили что на главной дороге надо поворот включать мы все знаки тут знаем все мели а это Таврия переселенцы с Украины естественно и еще я посмотрел про Котовского ну они там сами как говорит Наташа высвечиваются Котовский и батька Махно вот он по таврическим степям там углеванил да снимем вам улицу правда по-быстрому вот здесь как раз церковь есть а улица это мы сейчас спросим здрасте а как улица называется это улица называется как не знаете оперативно спасибо большое ага спасибо он с ними видишь заброшка тоже мы даже понятия не имели что здесь церковь есть и смотрите здание это древнее почему мы проезжали как-то по-моему да да просто не помнишь ты уверена да улица кооперативная ну просто тут снимаем одно и то же да потому же ух ты тут еще он есть и новые домики построены но мы далеко не поедем так вот так вот посмотрите один в один ситуация вот просто одинаковая и сейчас точно так же всякие там печевы к и как они подставляли там друг друга и то он был за белых не за белых мы кстати он офицеров не любил потому что он же на каторге бедно сидел поэтому и то он за за петлюру с петлюрой да а петлюра это националисты которые живут облакинные которые требовали тоже на море разговаривать а он наоборот был интернациалист а петлюра евреев жидовские погромы это же петлюровские дела тоже а у махно наоборот еврей там лёва задов он же еврей был который начальник был его контрразведки ну тоже жестокость лёва задов контрразведка тоже расстреливали там всех подряд точно такая же как контрразведка белых практически уж не знаю кто кого там как но самое интересное понравился мне экономический подход он же раздавал земле крестьянам поэтому селяне его любили батьку махно и вот раскулачивал он одного там как говорится предпринимателя и он говорит а у него фабрика была еще он говорит вот надо срочно на 70 процентов повысить зарплату но он на 100 требовал но тот завозился на 70 он говорит а ты знаешь что сейчас повысили зарплату и все я прогораю потому что я не могу конкурировать с другими естественно себестоимость повысится а еще надо будет сократить ну раньше тоже были такие торговые представительства сократить говорит обязательно их и как я буду потом торговать и он ему классно сказал он говорит а ты знаешь что у тебя в доме говорит прислуги говорит 8 человек поставь одного она говорит тебе борщ варит или одну или одного а любишь еще по заграницам ездить вот и прекращай ездить по заграницам он ездил по нашим таврическим степям так он сказал вот это штаврия я почему продавлю и рыбалка тебе и охота и красотища какая но там гор кстати нету нету гор да вот это более поле гор нету но правда недалеко море мариуполь этот они тоже его занимали то те то те то те то те один в один бедный горе мариуполь это два то есть по заграницам не ездить убрать прислугу мебель говорит любишь итальянскую я говорит тебе такого резчика найду который тебе лучше итальянской в сто раз сделает мебель это три и вот и тебе себестоимость сразу говорит понизиться кстати классная история практически про нас один в один если что то самое страшное случится нам просто будет не надо ездить за границу даже так что вот так просто все а вообще сам конечно мать комок но был бессеребренником первое что он сделал первое было его ограбление 400 тысяч рублей золотом тогда он банка грабил кстати убил охранника за это его и чуть-чуть там не казнили просто мать потом написала прошение к императрице и заменили на каторгу а потом случилась революция их просто всех из тюрьмы отпустили каторжану и он там кстати вот с анархистами то и и наслушался и вот с этих 400 тысяч рублей он себе не взял ни копейки он все отдал на политическую борьбу вот такие вот такие были идейные люди что самое интересное а сам конечно он был селянин крестьянин небольшого росточка там все представляли ооо махно там а он такой небольшой ходил в черных очках потому что долго сидел в пересыльной камере естественно без света и потом когда их выпустили революционеры первое что он сделал зашел в магазин и купил себе черные очки кстати не он купил а там сидел с имбанкира и он ему купил черные очки ну темные затемненные стекла вот она появилась а так мы проезжали тут от нее от нее только слезки были гагарина дубы галинское озеро вон там эти горки замечательные чего на украине вообще нету кстати в этих местах они отсутствуют там горы вообще и видите по какой дороге мы едем это вот дорога остатки советских времен у нас было два направления алматинская и вот астанинская ну султановская еще так сказать но там отрезок между Учиралом да и Аягусом говорят это вообще кошмар вы можете тоже загуглить стоят колонны там километров по 15 потому что развезло ну там ремонтные участки ее уже все делают делают никак не доделают и в общем там застряли эти фуры объезжать непонятно как начали кое-какие грузовики объезжать а там болотистые участки болото там же с одной стороны озеро это это практически заповедник там столько водоплавящих птиц они любят естественно камыши болота и в общем позастревали машины и как там кто ну естественно там наверное пригонят технику пригонят бульдозер который будет все это растаскивать но там вообще они сели все как он будет растаскивать он повырывает но все непонятно чем закончилась эта пробка ужасная и естественно мы поняли что это направление для нас а мы поехали вот по астанинскому направлению вот это остатки советской дороги а вот перед Семском низа там уже действительно новая дорога но там тоже ее строили долго строили строили наконец построили промежуток между Павлодаром и Семском вот наша красотища сейчас скоро она закончится господа товарищи братья сейчас выйдем мы чуть-чуть еще это же Бакардион сейчас да? да сейчас выйдем мы за Бакардион и все и конец это вот наши волшебные тут местно-сакральные силы тут всякие дырочки через которые может пролезть человек все эти горы что-то обозначают что-то изображают дорога здесь суперская уже началась вот мы едем стоя даже незаметно разрешенная скорость 109 км в час 110 уже нельзя ну 105 конечно вот научились же дороги делать смотри какие идеальные и вспомните ту которую мы показывали там в которой кирпичиками заложили дырки ну понятно что чтобы ее сделать надо все снимать это надо по новой все по новой делать все понятно но самое главное можем если хотим вот что хорошо мы как вспомнили с Наташей как мы ехали с выставки экспо этот промежуток между коллодаром и семском это был кошмар тихий ужас и вот сейчас покажем вам он вот такой же точно наконец-то сделали правда бы кого там посадили потом и строителей за этот участок дороги но сделали молодцы 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 стоит что-то пределы 2000 чем-то я не знаю давно уже нет ну есть есть там моралятина невкусная абсолютно по сравнению с говядиной из баранины естественно потому что у него свой моральник своя строительная фирма естественно хозяйство супер я удивляюсь просто какие бывают хозяева он называется прикольно это уникальный человек который там у него и в поселке порядок практически как образцово показательный как это называется которая возле шаманайхи то где зоопарк это супер тоже немецкий поселок поэтому вот на таких люди и держится земля на работягах мы с Наташей конечно не такие не ну мы тоже не лотари как Эти говорили мы не лотари но так как он конечно трудится и так не сможем никогда в жизни такому количеству людей предоставить работу а потом сбыт еще этой продукции это просто уникальнейший человек так еще его продукция пользуется огромным способом не забывайте свой моральник своя строительная фирма захотите строительное яйцо которое килограмма достигает вот пожалуйста сюда оно как бы не дешевое конечно мы даже как то хотели заказать магазин заехали но потом оставили свой телефон нам никто просто не позвонили и так Продолжение следует...